дорогие друзья с вами прибалтийская дача и сегодня разговор у нас пойдет о лимонной кислоте и антарной кислоте чем они отличаются и как их правильно применять давайте начнем с вами с лимонной кислоты так зачем поливать нам наши растения томаты перцы огурцы цветы значит лимонной кислотой но прежде всего чтобы в разы улучшить состояние этих наших растений и чтобы наши подкормки стали более доступны и потому что лимонная кислота кстати может применяться даже без всяких удобрений то есть она дает она активизирует уже имеющуюся в поясе вещества то есть наше удобрение которое мы можем закладывать и натуральные и химию но я уже не буду перечислять кто приверженец какого удобрения и вот эти все вещества будут доставлены до растения в легкодоступной форме поэтому лимонная кислота стимулирует процесс дыхания в листьях абсолютно всех и томатов и цветов вот у меня видите полит был я специально принесла это бегония у меня такая можно сказать дачная летняя то есть я ее только на лето сажаю вот и вот хочу сказать это она была полита лимонной кислотой и вот здесь вот такой горшочек небольшой который не был полит кстати я его взяла на реанимацию у моей соседки подачи и поэтому но вы видите результат какая огромная здесь какая маленькая здесь но сейчас полила все нормализуется растение друзья становятся хочу вам сказать крепкими здоровыми потому что мы иногда с вами применяем очень много удобрений сейчас даже в теплицу зайдем вот эти тоже томаты были политы естественно лимонной кислотой потому что в землю были удобрения внесены еще с весны то есть здесь и зола здесь чего только не было включая и бананы и рыбу и естественно что при гниении при переработке этими червями не всегда было все доступно форме нашим листьям и хочу вам сказать что еще потому что тот мод подкармливаем как я всевозможными расти в вернее всевозможными удобрениями и иногда все равно появляется какая-то краевая кромка не хватает может быть даже вот листья фиолетовые то есть не хватает обыкновенного калия или фиолетовый цвет на стебле нижней стороне листьев это говорит о недостатке фосфора и хочу вам сказать что и подкармливаем и подкармливаем к нами всеми любимого монофосфатом калия но мы забываем что впадая в почву фосфор когда он связывается с кальцием образуется с ним нерастворимое соединение и в результате в томатах в там перцах даже вот я перед вами клубника который тоже была полита у меня лимонной кислотой но посмотрите друзья нот ну рука вы видите я взвесила грамм 80 это вот благодаря тоже считаю что вот этим всем натуральным средством и хочу сказать и в результате в наших растениях недостаточно калия и конечно мы начинаем и калия не хватает и фосфора и кальция кстати автоматах вершинная гнили от этого то есть по сути дело когда мы большое количество всего туда добавляем в землю не всегда это польза есть для растений потому что но не может все сразу усваиваться этими растениями и конечно приходит на помощь нам это лимонная кислота вот она при внесении в почву с водой это одна столовая ложка лимонной кислоты на 10 литров воды вот она чудесно растворяется приблизительно поливается 0 5 или литр смотря какой хвост не хочу сказать что при внесении в почву с водой она способна просто творить чудеса быстро очень нормализуется обмен веществ растений в разы улучшается их состояние и все подкормки которые мы с вами делали или уносили превращается быстро усваиваемую форму то есть лимонная кислота у нас друзья для того чтобы активизировать активизируют в почве вещества и доставить их до растений почти 90 процентов то есть все наши удобрения вот даже как мы иногда кучей там раз в семь дней раз в 10 дней то есть не успевают растение усваивается а при добавке лимонной кислоты почти 90 процентов будет хорошую усваиваемость нашими не только хочу сказать томатами огурцами вообще всем что вы кормите ну теперь всеми любимая конечно энтарная кислота она бывает разном виде она бывает чистая бывает в таблетках у меня есть вот энтарин такой вот то есть всевозможные энтарной кислоты огромное количество а она то для чего то есть с лимонной кислотой мы разобрались что это она активизирует в почве все вещества все микроэлементы все удобрения доставляет их наши плоды листья цветы все возможное а энтарная кислота то для чего друзья какой эффект от применения энтарной кислоты но во первых прежде всего скажу энтарная кислота и природное чудо средства первых все это пищевое это не вредная это очень хорошего применения потому что абсолютно безвредно мы добавляем это все даже в пищу а энтарную кислоту мы даже ее пьем это наш вот в аптеках она продается вот является собой энтарная кислота специфический продукт получен при работе энтарной крошки данное вещество обладает массой полезных свойств именно это и стало причиной того что данное вещество имеет довольно широкое применение не только медицине но в качестве биологические добавки к нашим растениям ну как еще раз повторюсь какой эффект от применения энтарной кислоты иногда когда мы высаживаем какие-то растения мы видим что одни вроде сильные другие хилые и вот для стимуляции образования корней применяется это в основном энтарная кислота она стимулирует все эти овощные культуры цветы но тоже спектр очень широкий по сути дела применение и и все что у вас растет применение применяли мы эту кислоту энтарную и сейчас можно применять потому что иногда вот может посадили там цветы у кого-то не кто-то сажает может еще кабачки баклажаны там ну даже не буду причислять значит если растение плохо приживается или пережила стресс энтарная кислота просто незаменима вот я 10 дней назад показывала как я высаживала в грунт грунтовые томаты они были хилые синие после полива энтарной кислотой уже на третий день хочу вам сказать уже был такой шикарный эффект посмотрите вот они все в шикарном виде уже даже томата вот здесь вот видите завязались то есть все вот это просто наглядно во первых хочу сказать что энтарная кислота повышает иммунитет всех растений регулирует кислородный обмен увеличивает урожай сокращается изревание плодов растения все абсолютно растения цветы становятся крепкими мощными на вид а про томаты вообще не говорю что вот грунтовые томаты у нас перепады температуры огромные ночью еще 9 днем 20 этому и и 9 и 15 еще тепла нету хотя уже конец июня и хочу сказать что они очень хорошо переносят с помощью энтарной кислоты вот эти перепады температур так что друзья энтарная кислота и лимонная кислота да она применяется у нас в садоводстве огородничестве и хочу сказать но у нее два разных направления то есть как мы с вами разобрались энтарная кислота помогает нам увеличить корневую систему в основном который потом тоже питается всевозможными микроэлементами удобрениями и наши растения становятся сильными а лимонная кислота помогает помогает нашим растениям вот через корневую систему все эти удобрения правильно поднять их в наше растение донести каждый чтобы они все были в легкодоступной форме чтобы правильно применялись чтобы и фосфор и калий и кальций там был то есть вот применяют игру а лимонная кислота вообще можно если вы в грунте или вас хорошо с весны или с осенью удобрены эти грядки в теплицах то вообще в принципе можете несколько раз полить лимонной кислотой и на этом все то есть все у вас будет отлично так что пользуемся отличными средствами которые безвредны друзья но запомните разница здесь существенно в янтарной и в лимонной кислоте до новых встреч больших нам и хороших огромных урожаев